добрый день уважаемые коллеги сегодня мы с вами находимся в саду alma продакшен абинского района и сегодня я общаюсь с галина валентин на добрый день галина валентин на добрый день глина валентин на подскажите пожалуйста как складываются погодные условия в этом так вот непростом году но действительно год очень непростой весна была холодная достаточно позднее и поэтому все вредные виды а задержали своем развитии вышли в среднем позже на 7 10 суток а далее наоборот были периоды когда было очень тепло и фенофазы яблони и соответственно и вредные виды стали очень быстро развиваться конечно это создало серьезные трудности в борьбе с ними то есть применение системы защиты как вот эти вот погодные условия вот это вот то жарко то холодно повлияло именно на развитие заболеваний вредителей в саду ну вот парша яблони аско споровая стадия вылетела в среднем на 10 суток позже чем обычно соответственно и проявление тоже было достаточно поздним по зонам это разница по зонам была очень серьезная в течение недели но тем не менее уже первые признаки парши на листьях канидеальной стадии есть а разлет аскоспор тоже очень неравномерный и соответственно вредители тоже с понижением температуры они замирают замирает их развитие в этих условиях что хозяйством необходимо предпринимать какие действия какие использовать инструменты для более точного контроля именно развития парши в саду но это целый комплекс мероприятий прежде всего это четкий мониторинг фитосанитарного состояния то есть отслеживание развития и канидеальной стадии и а соответственно ска споровой стадии прежде всего то есть это наблюдение динамики за раз разлета спор а в саду надо увидеть первое проявление заболевания для того чтобы вовремя на это среагировать ну вот сейчас вы говорите что уже идет достаточно сильный разлет аскоспор как вот этот вот разлет нас к спор может повлиять на выбор правильной системы защиты хозяйства действительно разлет аскоспор в последние годы он у нас отличается очень серьезно от предыдущих десятилетий массовый вылет у нас серьезно сместился сторону более поздних фенофас яблони если раньше мы наблюдали розовый бутон начала цветения вылетала основная масса спор то сейчас как раз таки основная масса вылетает окончание цветения зависть плода лещина и поэтому именно вот в эти сроки когда идет за короткий промежуток времени вылет там от 30 процентов и до 40 за 5-6 суток спор то есть в этот период должен быть применен наиболее эффективный препарат и а здесь нужно понимать что придется и препарат подбирать и с лечебным действием и защитным действием насколько важны для хозяйств вот этот комплекс инструментом для контроля больше когда мы понимаем начало разлета аскоспор когда мы понимаем устанавливаем эту дату вот тогда мы и понимаем когда начинается первая обработка потому что можно применять препараты ориентируясь только на фенофазу яблони но при этом разлета нет и препараты практически контактного действия которые мы применяем в эти сроки они по сути не будут работать потому что нет еще инфицирование листьев а нам нужно понять когда идет начало и какая интенсивность разлета спор вот в эти первые там двое-трое суток и как правило в наших условиях это интенсивность она очень низкая поэтому мы лучше бы применили этот препарат не сразу поначалу а через несколько суток когда начнется более интенсивный вылет то есть применили более грамотно и фенофаза яблони у нас была бы больше чем скажем зеленый конус или мышиное ушко и мы бы этим контактным препаратом закрыли большую поверхность листа и соответственно мы бы покрыли большее количество вот этих разлетевшихся аскоспор которые будут прорастать вот прежде всего нам вот здесь нужно определиться с началом вылета спор и соответственно с началом срока первой обработки а дальше а вот нам нужен а вылит аскоспор его интенсивность для того чтобы понять какие же интервалы между вот этими обработками нам нужно предпринимать и этот процесс он практически идет в течение всего периода вылета аскоспор а то есть чем а интенсивнее массирование вылет тем короче соответственно нужно делать интервалы но естественно с учетом погодных условий спасибо галина валентин на за ваши пояснения надеемся что они помогут нашим агрономом садоводом для получения высоких урожаев спасибо